ГРАФ ЛАМСДЕРФ Один из моих предков был воспитателем царевича, и царь ему пожаловал титул графа. С тех пор мы его и носим. Вы немного понимаете русский язык? У вас есть любимая фраза или любимое слово или пословица на русском? Какого-то любимого выражения у меня нет, но я вспоминаю учителя русского языка в Германии. Он был физически очень сильным человеком. И он все время спрашивал, есть вопросы? И потом говорил. Это означало, что урок закончен, и мы свободны. Есть такое слово в немецком языке – меркельн. Меркельн. Да, это глагол. Не знаю, как его перевести на русский. А что это значит? Это значит выжидать, выжидать и выжидать, чтобы понять, в какую сторону двинется большинство. Это ее стиль управления. Ангела Меркель смотрит, куда идет большинство, и становится потом лидером этого движения. Но есть два важных исключения. Когда все в Германии выступали за выход Греции из еврозоны, она заняла принципиальную позицию сохранить Грецию в Европейском валютном союзе. И во втором случае, где она не Меркельн, это беженцы. Ангела Меркель открыла двери и пустила беженцев, которые были в Венгрии, хотя большинство в Германии критично оценивает это решение. И критика этого шага оправдана, но в этот раз она тоже не хитрила, пытаясь понять, откуда ветер дует. С вашей точки зрения, насколько Путин влиятелен в Европе? С точки зрения Европы, президент Путин – легитимный президент России. Он наш партнер на международных переговорах. Возьмите, к примеру, переговоры по иранской ядерной программе. Там Россия была нашим очевидным партнером. Возьмите борьбу с исламским государством. И тут Россия и Запад заодно. И мы должны быть объединены перед лицом общей угрозы. Вы про Сирию говорите? Да, про Сирию. Но еще про Южный Кавказ, про исламистские международные сети. Могу я вас перебить? Были статьи в прессе, где были проанализированы цели ударов Путина. И выяснилось, что большинство этих целей были не позиции исламского государства, а позиция сирийской оппозиции. Да, я знаю. Это значит, что Россия не может быть партнером в Сирии, так как у России другие интересы там. Вы не можете утверждать, что Россия была партнером Запада в Сирии, так как есть свидетельства того, что они там бомбили не исламское государство. Война в Сирии очень сложная. Я всегда говорил, что я не против Путина и России, что они преследуют свои интересы в Сирии. Это реальная политика. Вы можете быть против этой политики, но Запад не был готов сделать то, что действительно необходимо для разрешения сирийского конфликта. Пять лет мы не обращали на него внимания, а война началась в 2011 году. Россия туда вошла. Она стабилизировала режим. Это ужасный режим Асада. Нет в этом никаких сомнений. Сейчас у нас действует режим прекращения огня. Действует уже несколько недель. И это прогресс. Вопрос. Это произошло благодаря интервенции России? Возможно, что нет. Сирийская правительственная армия потеснила группировку исламских государств. Взяла под контроль Пальмиру. В этой истории много оттенков. Не только черное и белое. Я бы хотел, чтобы Россия активнее боролась против террористической группировки исламское государство. Но сейчас, по крайней мере, сирийское правительство активно с ним борется. Это то, чего хотел добиться Запад. Усиление режима Асада. Нет. Это вывод из того, что вы только что сказали. Вы правы. Вывод таков, что режим Асада был укреплен при поддержке России. Это так. Но никто другой. Ни Франция, ни Германия, ни США, ни Великобритания. Никто не хотел сделать то, что сделал Путин. Никто не послал наземные войска в Сирию. И никто не поддержал оппозиционную сирийскую свободную армию или отдельные группы повстанцев. Мы, конечно, можем жаловаться на Путина, что он укрепил режим Асада. Но мы же, Запад, не хотим посылать туда наши войска, чтобы помочь тем, кого мы там поддерживаем. Поэтому жаловаться мы не можем. Я четко придерживаюсь этой точки зрения. И да, у нас есть общая задача – борьба с исламским государством. И каким бы ни был ужасный режим диктатора Асада в последние годы, сейчас он борется с исламским государством при поддержке России. И я считаю, что это лучше. Вы использовали термин «реальная политика». Путин тоже понимает суть этого термина, и с Асадом это сработало. Так называемая «реальная политика». Значит ли это, что Путин может рассчитывать на снятие санкций? По вопросу санкций наша позиция четкая. До тех пор, пока не будут выполняться минские договоренности, санкции останутся в силе. В газете «Бильд» недавно была опубликована статья, где утверждается, что Донбасс де-факто управляется из Москвы, межведомственной комиссией правительства России. Это значит, что «Минск-2» не будет выполнен. Мы посмотрим, если договоренности не будут выполнены. Но эта территория де-факто контролируется и управляется Россией. Они ее не аннексировали, но контролируют ее. В таких условиях выполнение «Минска-2» не реалистично. Вопрос был поставлен так. Снимет ли есть санкции, да или нет? Ответ был... Они будут действовать долго, если условием их снятия будет выполнение минских договоренностей. Не так ли? Если условия снятия выполнения «Минска-2», а ваше предположение заключается в том, что договоренности не будут выполнены, тогда логично, что санкции сняты не будут, если не будут изменены условия их снятия. Но я права? Конечно. Вы всегда правы, Жанна. Вы знаете, что вы всегда правы. Но проблема в следующем. Признает ли Россия, что Донбасс – это территория Украины? Да или нет? Может ли Украина контролировать эти территории? Да или нет? Это все заложено в философии минских договоренностей. Если все это невозможно реализовать, то санкции в отношении России останутся в силе. И это вызывает сожаление. Я запуталась в вашей логике. Мы обсуждали режим Асада, который очень жестокий. Преступный режим. И режим Путина. И вы сказали в одном случае – окей, давайте лучше поддержим Асада, чтобы бороться с еще большим злом. А в случае Путина – его режим не демократический. Скажем так, политически корректно. Но тут вы говорите – Путин не соблюдает международные договоры. И поэтому мы будем применять санкции против путинского режима. Как это все одновременно работает? Интересный вопрос. Но на него есть очевидный ответ. Надо каждую проблему рассматривать по отдельности. И решать ее также по отдельности. Уже был и Крым, и Восток Украины. И санкции были введены. Но мы в то же время обсуждали за столом переговоров Ирана. Россия была конструктивным партнером по иранской проблеме. Отдельный случай – окей. Тут Восток Украины и Крым. Там Иран. Украина осталась на повестке дня. Но появилась Сирия. Мы не должны все сваливать в одну кучу и говорить. Из-за Крыма и Востока Украины мы не будем обсуждать с Россией то, что происходит на Ближнем Востоке или то, что происходит в Тихоокеанском регионе. Это невозможно в национальной политике. Иначе это приведет к тому, что все международные переговоры будут заморожены. Но когда мы говорим о правах и свободах человека, мы должны это все класть в одну корзину и понимать, что Асад нарушил все, что можно. Путин тоже нарушает постоянно права человека. И в то же время вы к этим двум режимам подходите по-разному. Вы имеете в виду Асада и Путина? Да, к примеру, Асад сейчас может помочь в борьбе с исламским государством. Путин — это проблема. Мы против него введем санкции. Вы сказали, что подходы к каждой проблеме должны различаться. Но мне кажется, что большая проблема заключается в том, что это пример двойных стандартов. Невозможно сравнивать политику российского правительства и несоблюдением европейских ценностей и режим Асада. Режим Асада — это СССР до 1953 года. Это ужасный режим сталинского типа, который мучает и убивает людей в огромных количествах. В этом нет никаких сомнений. Хотел бы я, чтобы Россия поддерживала свободную армию Сирии, а не режим Асада? Конечно, я бы хотел. Россия этого делать не стала, так как ее союзник — режим Асада. Я должен принять этого внимание. Я бы хотел, чтобы было по-другому, но это так, как есть. Была определенная политическая инерция, почему американцы не стали вмешиваться в конфликт в Сирии после их опыта в Афганистане и Ираке. Они ничего там и не делали. А Западная Европа в одиночку недостаточно сильна. Господин Путин решил поддержать своего союзника — Асада. Международная политика — это иногда такая игра, которая требует смирения. Мы не можем приказать Путину поддержать того, кого мы хотели бы, чтобы он поддержал. Он самостоятельно принимает решения. Спасибо, граф Ламсдорф. Спасибо, Жанна. Субтитры создавал DimaTorzok